Всем привет! Сегодня у нас четверг, завтра 1 мая, праздники, которые не ощущаются как обычно. Я даже сейчас вышла на балкон, у меня режут глаза, слезятся от света, потому что все время в темноте, чувствую, что у меня зрение падает, я вот это уже чувствую, что я все время в темноте сижу. Начинаются праздники, заканчиваются уроки, нам сказали только книжки читать, будем книжки читать с Лярой, будет она мне вслух читать, будут спрашивать, какие книжки прочитали за 11 дней. Начнем с почек. Сегодня спала, слава богу, вчера напилась, целый день пила клюквенный морс, сама делала, ну компот. Вот, ходила как этот, пузо как беременная, надулась в туалет, ну плохо хожу, зато ночью, видимо, прорвало, но я эту ночь за все, сколько, 2-3 ночи я плохо спала с этими почками, вот, почкой вернее, с одной, выспалась прям, ну даже хоть и в туалет я бегала 4 раза, меня прорвало, все, пузо спало. Ну, короче, вроде почка теперь не болит, дай бог и не заболит, я не знаю, клюквенный морс это помог, или уже 3 дня прошло, после 3 дней обычно все проходит, чаще всего. Так, ну зато сегодня новая у меня болячка, это шея, я не помню, то ли шея стреляет, то ли ухом не отдает шею, то ничего, ничего, то ли расстрельнет, расстрельнет. Ну что это значит? Это значит старость и радость, это значит, что нужно переходить на здоровое питание, нужно делать зарядку хотя бы, ну по утрам зарядку делать. Ой, сколько лет я пытаюсь перейти на здоровое питание, вроде начинаю, ну постепенно, резко-то я вообще даже не пыталась, постепенно, там, каждую неделю, каждый месяц хотя бы внедрять в себе какую-то привычку здоровую, там. Вот я недавно внедряла фрукты есть каждый день, давайте я их ем, 2-3 недели поела и все, и опять все забросила. Вот, зарядку как-то делать начинала, тоже мы месяца 3, наверное, делали, и все, потом все, до лета что-то уехали в том году и все забросили. Надо внедрять в себя хорошие привычки здорового питания, потому что то одно болит, то второе, то третье. Так, ну что еще, у Дениса, Денис сидит эту неделю дома всю, потому что, не, в понедельник, по-моему, работала, не помню, у них на работе нашли троих человек с коронавирусом, оттуда прям с работы и забрали. Ну, не шоферов, как они, а со склада. Вот, так что они сидят дома все, ну и я думаю, 11-9, и праздники все тоже, все будут сидеть дома. Ну, Настя, у Насти начинается отпуск завтрашнего дня, с 1 мая, ой, и у ее подруги начинается отпуск. Короче, они тут такого намудрили, тут такого назаказывали, приколистки две, отпуск, говорят, будем так проводить. Сейчас я вам пока не скажу, ну, в этом видео, или, может, даже в следующем видео, как они все сделают, я вам покажу. Ну, вот, я не знаю, ну, делать нечего, развлекают себя, как могут. Ну, что, Лера, все как обычно, сидим, вообще бы куда-нибудь на дачу уехать, да, была бы у нас своя собственная дача, где там никого нету, туда уехал бы и сидели бы там в изоляции, хоть бы вы в дворе находились. А так, сидим, все дачи у нас, ну, если мы ездим, кому-то в гости, да. Скоро у Дениса, ну, скоро у Дениса, в июне отпуск, надеюсь, все до этого пройдет, мы хоть в деревню поедем, более-менее устаканится. Так, ну, все, смотрите мой блог, латраторила я тут сегодня. По природе задали кроссвордик отгадать, сейчас они, ну-ка, дай я покажу, что проходите. Проходят страны, которые граничат на севере Европы, севере Европы, по эту тему кроссворд. Вот, вот удобно все-таки, когда задаются, ну, тесты, кроссворды, меньше времени уходит, не надо что-то писать в тетрадях просто, и оценки за это ставят. И можно 10 раз переделать и хорошие оценки получать, если что-то неправильно. Вот, что, какой вопрос? Столица Швеции, вот она на карте ищет. Копенгаген. Копенгаген, а не Копенгаген. Ну, еще есть Столкоганин. Что Столкоганин? А где ты Копенгаген-то увидел вообще? Это вообще ставится, как, чего Копенгаген? Не знаю. Да, не. Это наш Швец, видишь, кружочек. А завтра у нас выходные начинаются, да, Лер, довольна? Ага. Счастье полные штаны. Все на улице зеленеет начинает. Ну, так прохладно еще. Все равно на улице только народу, как будто и нет карантина. Ходят, гуляют. Я не знаю, гуляют, не гуляют, конечно, ходят народ. Вот. Сейчас статистику посмотрела. Сегодня уже около 7 тысяч человек в России заболело. Все больше и больше, скажу. Вообще говорили, я смотрела, но не знаю, правда, не правда, что я начала до 20 июня будет прирост больных, а потом уже как бы только будет уменьшаться. Все будут выздоравливать. У Дэнди опять новая одежка. Дэнди, ну себя Настя балует, прям кошмар. Это футболочка такая, да, со скелетами. Одна футболочка потерялась. Или что там было? Футболка потерялась тоже со скелетами что-то. Теплая и свитая. Да? Что-то не можем найти, куда делась. Дома где-то ходила такая толстовка. Типа пума. И вот самое прикольное, это жилетка такая, тоже со скелетами. Вам Настя нравятся эти скелеты? Заказывает. Заказывает она все на Алиэкспрессе, да? Ну-ка, я надену ему по мере. А еще покажу, какие у них были. Ну, это уже она давно заказывала. Такие бананы. Дальше что еще у него есть? Это тоже такая толстовка. А, это со штанами. Это просто кофточка, это со штанами. Адидас. А, ну то это не Адидас, а А-Ди-Дог. Дальше. Вот зимний костюмчик. Уже сейчас не ходим в нем. Потому что, наверное, больше всего мы его и носили, потому что сейчас гулять не ходим. Ну, ходим очень редко. На пеленке ходит он у нас. Не приучали пока. Так, вот такое. Модник. Модная. Сейчас я помою. Так, а это... А, вот только единственное, что заказывали не на Алиэкспрессе, это вот этот костюм. Вот это не на Алиэкспрессе. Это она заказывала... Не заказывала, а покупала в каком-то магазине. Вот этот и вот этот зимний. Ну, там вообще такие цены были. Я не помню, сколько. Но что-то очень дорого она это отдавала. А этот, я не знаю, 300-400. Там самый большой. 100-200 рублей. А эти всем очень дорогие. Вот этот костюм был. Из зимней. А остальные на Алиэкспрессе вот такой. Тоже с бантиком. Модный. Со штанами. Вот такой. Ой, ну прям она его, конечно. У меня столько вещей нет новых. И вот кофточка еще такая. Вот в этой мы тоже еще ходили. А в остальных на улицу даже и не ходили. Потому что некоторые большие были. Сейчас, не знаю, он подрос. Но вот это мне понравилось больше. Все прикольная жилетка. Такой модник. Тут можно сразу и поводок. Что тебе? И поводок одевать. Ой, ты красава. Ты что меня кусаешь? Все. Кто одевал такую? О, сколько у тебя одежды, да? Дэнди. А еще у Лерки новая жилетка. Дай покажи жилетку новую. Мы вот раз покупали, наверное, видели серебряную такую жилетку. Мы ее отдавали 1800 где-то. Вот за эту. Вот. Уже не будем мерить. Мы в том видео, если кто хочет, посмотреть. За 1800 мы покупали. И тут нам звонит знакомая и говорит, у меня осталась жилетка от ребенка. Я ее почти не носила. Помни. Так, фокусируйся. Или вообще не носила, я так и не поняла. Но она как новая. Она просто без этикеток, но она как новая. И она как раз на вырос. Ну, не на вырос, но сейчас, может, подальше отойди. Вот. Отдала нам ее за 350 рублей. А то за 1800. Ну, она так немножко большевата. Вот. Большевата, но нормально. Зато она в ней 2-3 года еще будет ходить. А в той уже, наверное, в следующем году подразумевает. Я втраз говорила, что на моей розе 3 бутона на одной ветке. Ничего себе. 5 бутонов на одной ветке. Я вообще в шоке. Первый раз так на ней. Все время было вот так вот. По одному, ну, два максимум. Мы вообще класс. Ну, в этом году она что-то прям радует. А вот как за орхидеей ухаживать, я не знаю. У меня она... Я не знаю, что она замерзла на балконе. Вот тепло на закрытом. Листья опадают. И тут все. Я не знаю, как за ней ухаживать. Что-то она мне не идет. Первый раз у меня орхидея. Ну, что, сегодня пятница. Первое мая. Всех с праздником. Ну, уже с прошедшим вас. Уже все пройдет. Пока я выложу видео. Так. А у нас сегодня труд, мир, май. Так что будем сегодня трудиться. Убираться. Вот. Сейчас покажу свой фронт работы на сегодня, на пятницу. Ну, как обычно, тщательная уборка. А генуборка... Ну, я тоже сегодня притружать себя не буду. Сейчас покажу. Будем доубирать, догенераливать. Леру, ну, комнату уже до конца. Там осталось прям чуть-чуть. Чтобы уже на следующий пятницу перейти в мою комнату. Так. Снимаю напротив окна. Плохо видно, темно, да? Так. Лера только проснулась. Не успела проснуться уже. Руки во рту, да? Убирай. Так, рано сидит. И уже рисует. Не успела. Даже не поела. Ничего не встала. Уже рисует. Так. Что мы сегодня будем делать у нее в комнате? Ну, во-первых, как всегда, вытащим весь хлам из-под кровати, который она туда постоянно запихивает. Сколько раз не вытаскивай, все равно туда что-то пихает. Что еще мы сделаем? Перестираем все пледы. Вот этот нижний плед перестираем. Верхний плед. Вот лежит он розовый. Подушки все перестираем. Вот ее подушки. Ну, декоративные вот эти перестираем. Потом, что еще? Ну, постель поменяем. Это обычно кровать протрем. Что еще? Тут все. И надо, короче, дверь помыть. Помоем дверь. Ну, выключатель помоем. Что еще? А, вспомнила еще кое-что, что мы... Во-первых, халат я свой перестираю. Вот этот теплый уже убрать, наверное, надо. Не знаю. И у нее вот тут пакеты стоят. Раз. Вот там еще валяются пакеты, рисунки. Тут у нее рисунки всякие. Ну, конечно, тут не знаю, что. Надо все это разобрать. И тоже в порядок привести. Убрать куда-то. Вот. Это еще на нарисовании ходит. Все скапливают, скапливают. Какие, может, выкинуть, которые не получились, да? А какие-то убрать. Может, на тресоли или еще куда. Посмотрим. Повесили флаги на домах. Вот. Вообще сказали, не будут украшать. К праздникам. Но флаги все-таки повесили. Там милиция сейчас остановила человека. Проверял документы. Вот они в масках. Куда идут? Зачем идут? Проверяют. Так что, наверное, сейчас на праздниках строго с этим будет. Ты убираешься? Маску нацепила. Вот это опять под кроватью у ней. Это мы разбирали месяц назад, наверное. Каждый месяц она туда напихивает. Хрен знает что. Давай, разбирай. Или я все повыкидываю. Пока Лерка там разбирается на полу. Я сейчас ее рисунки, поделки разберу. Тут из пластилина. Они, наверное, еще первый, второй класс нам делали. Да? Из листьев. Вот. Я вам говорила, у меня такая коробочка есть. Уже не первая. Куда мне жалко вроде выкинуть. Ну и место занимают. Да? И натрия, соль потом. Потом будем доставать и смотреть. Все это тоже в школе они делают. Вот целая сейчас стопочка. Но если будет что-то интересного, все из пластилина они делали. Не выбрасывать же такую красоту. Да? Лерина рисунки. Правда, на больших листах не знаю, куда их теперь сунуть. Они в коробку не помещаются. Наверное, так в пакете и останется. Вот она тут и в первом, и в втором классе вообще рисовала. Ну, сегодня в честь праздника набрали опять вредной еды. Что-то тут вообще ничего нет почти на две тысячи. Кошмар. Пиццу взяли. Тоже по скидке это все тысячу двадцать. Ой, сто двадцать, по-моему, одна получается. Мороженое взяли по тридцать рублей по лакомкам. Чокупай тоже пятьдесят рублей. Вот это вот. Фасоль, наверное, салатик сделать. Ой, сейчас скандал с этих томатной пасты. Там была по скидке по сорок рублей томатная паста. Говорю, купишь две банки. Принес мне вот эту банку, говорит, то и не было, за сто пятьдесят рублей. Вот эта баночка томатной пасты. Кошмар, я говорю, знаешь, когда мне тогда вообще нужна. Я просто думала, по скидке. Ну, это обычное мясо. Колбасы тоже по скидке. Такой сухой макарон. Ну вот, ничего такого особенного капец. Две тысячи. Так, ну а мы продолжаем разбирать все рисунки левины. Вот у них лето. Загорает. Попугайчики, хрюшки. Прошлогодние, наверное, еще зиму. Осень. Цветочки разные. Вот в этом году она розы рисовала. Вот она срисовывала тетеньку какую-то. Это они рисовали древо. А это она учительницу рисовала. Вот оценки стоят. Пятерки. Это, по-моему, она меня нарисовала. Какая-то на цыганку похож. Это тоже она рисовала друзей каких-то. Тут она кота нарисований рисовала. Единороложка. Это, наверное, уже когда маленькое было, рисовала. Это, наверное, когда маленькое было. И вот какое-то окно. Так, от рисуночки. Настя пытается подстричь ногти. Приготовила колбасу. Вкусняшек. Но он, по-моему, даже и на вкусняшки не реагирует. Не, ну что, двоем, наверное. Стриги, пока живет. Не, он выпрыгнул ее. Классный. Дэн, тебя кого-то режут. Может, а я подержу? Он меня съест. Давай. Ну да. Одной рукой. Одной рукой. Я двумя от него вырубила. Ну давай попробую. Только чтобы он меня не укусил. Все, держу. Держу, держу, держу. Смотри, какая вкусняшка, Дэн. Лапочки. Все, мы сейчас руку сломаем. Господи, тебя как будто режут, Дэнди. Ага, значит, колбасу сжать не будем. Угу. Деловой. Угу. Что, нельзя? Хитрый какой. А ногти стричь не хочет. Давай ногти. Нельзя. Подойди к колбасу. Он мне съел. Место колбасы. Хитрый. А тебе раздышает? Это моя колбаса. Ага. Это же у кого? Да нет уж. Я больше не хочу. Да не трогай я ее. Что? Не трогай ее. Самая злая собака. Видели? Все-таки он меня отсапнул, падла. Вот корми его после этого. Ноглая собака. Вредная. За колбасу укусит кого угодно. Офигеть. У меня аж посинело. Офигеть. Вот это злая. Говорят, самая злая собака. Чувак. Кошмар. Лапа встает. Ты плывешь, Дэнди? Или тонешь, я не буду. Тебе помочь? Он уже одни лапы встает. Хе-хе-хе-хе. О-о-о. Все у тебя процедура. Мы ногти так и не подстригли. Ну все. Одели, помыли. Трясется от холода. Да и на ногти так и не подстригли. Посмотрите на эту красоту. В новых джинсах. Жилетки. На эту тоже красоту. И куда это вы так собрались? На души. Помады накрасили. Всеми блестками накрасили. Лаки накрасили. Полдня собирались. А куда? Я краски знаю. Куда же вы собрались? Гулять с собакой. Пять минут погулять с собакой. У вас додумала. Нет, нет, нет. Ой, все, дверь пооткрывали. Собака уже убежала. Мам, что больше подходит? Что больше подходит? Бери, что есть, беги уже. Не знаю, Лер. У меня вообще будет? Ой, полдня собирались. Нет, просто, знаешь, что сказала, пока мы Олегу. Пока Олег не придет, он только идет. Ой, давайте. Все, пока. Давай, беги. Хоть выгулять вещи. Все. Олег пришел, друг Настин. Сейчас Лера выбежит. Гулять. Просто что снимаю, не вижу солнце. Теплотки и сенья, ну вообще красота. Ой. Подруга знакомая тоже звонила. Ну, окей, в гости придем, посидим с тобой. Я говорю, что что, нет, опасно никаких праздник, говорит. Птички поют. Ой, ну прям что на улице? Прям красота, все зеленеет. Лера вышла. Все, пошли гулять. А на ужин у нас вот такая вот вкуснятина. Сегодня курочка. Вот, на подложке такой из картошки, морковки и лучка. И внутри у нас яблоко и лимон в курочке. Вот так, не очень, конечно, поджарился сверху. Но все равно уже аппетитное. Ах. Субтитры сделал DimaTorzok